Фонтан, который бьет из-под земли, на первый взгляд небольшой, но вода за считанные минуты разлилась на сотни метров. Если для кого-то это просто лужи, то для детского сада номер 70 коммунальная проблема. На время проведения работ по устранению здесь обещали отключить воду. Дискомфорт мы все-таки переживаем. У нас детский сад, дети. Сейчас без воды мы останемся. Работники водоканала объяснили, что произошел порыв на сетях водоснабжения. Конечно, это доставило много неудобств и обычным прохожим. Обойти череду проблемных участков и не угодить в грязь смог не каждый. Вот это вот тепло, я вот обошла. Там вообще попало это. У меня промокли ноги. Вот сейчас девушка пошла и там вон утонуло. Грязь. Грязь. А мы сюда вошли. Смотрю, сильный прорыв. Ну так, вроде бы, моря нет. Можно пройти. Ну бывает, что ж, ничего страшного. Как говорят местные жители, с утра здесь был самый настоящий потоп. Пройти было просто невозможно. Вода била ключом, а луж было намного больше. Сейчас, конечно, ситуация стабилизировалась. Сегодня на месте работала техника. Специалисты порыв на сетях водоснабжения обещали до вечера устранить, а воду откачать. Денис Макаров, Максим Липин. Новости НТР.